Под пристальным контролем городских властей. Практически ежедневные мониторинги работы ПТП номер один ведут специалисты городского департамента градостроительства и инфраструктуры. Они проверяют выход автобусов на линию и соблюдение графика движения. Отдельное внимание, в том числе и на самом ПТП, уделяется техническому состоянию машин. О том, как функционирует главное транспортное предприятие города, расскажет Егор Канавин. Утром прихожу за час на работу. Процесс начинается с технической проверки автобуса. В первую очередь проверяют уровень масла. Далее натяжение ремней и состояние колес. Теперь рассмотр салона. Важно, чтобы автобус выходил на линию не только исправным, но и чистым. Перед выходом водитель активирует терминалы электронной оплаты. Затем нужно взять путевой лист и пройти медосмотр. Измеряем давление водителя, температуру. Спрашиваем состояние здоровья его. Если все хорошо, ставим штампик, выпускаем на линию. Остался последний этап – отдел технического контроля, где механик еще раз смотрит в порядке ли машина. Уличное освещение проверяем. Наружные щетки, стеклочистители. Внешний вид, если повреждения нет. Именно так в ПТП-1 проверяют каждый из более чем 200 автобусов перед выходом на линию. А на самом маршруте в первую очередь контролируют соблюдение графика с помощью специальной навигационной системы. Диспетчер может в онлайн-режиме видеть, где находится каждая машина, и вмешаться, если необходимо. Если случается какая-то экстренная ситуация или ДТП, то мы можем сразу же свяжаться с водителем, вызвать полицию или скорую, все сделать необходимое. В том числе быстро заменить автобус на линии, чтобы свести к минимуму нарушение графика. А вот в случае пробок сделать это удается не всегда. Число машин в Вологде за 5 лет выросло на 20 тысяч единиц, и общественный транспорт становится заложником плотного трафика. Опоздание бывает до 40-50 минут, до часа, особенно когда бывает крупное ДТП. Практически приходится стоять по 30-40 минут, практически не двигаться. В таких условиях соблюдать расписание очень тяжело. Да и риск аварии в такой ситуации велик, потому вопрос о безопасности на предприятии под особым контролем. Ежегодно все водители у нас проходят обязательную 20-часовую подготовку по безопасности дорожного движения. Кроме того, в случае, если водитель попал в ДТП, проходят повторное обучение, сдают соответствующий экзамен. Контролируют ключевого перевозчика и городские власти, еженедельные мониторинги и внеплановые проверки по жалобам Волокжан. К нами обеспечивается как плановый, так и внеплановый контроль транспортных предприятий. Это выпуск на линию, это работа автобусов на линии, соблюдение графика движения, заезд к остановочным пунктам. Такой контроль принес результаты. На многих маршрутах задержки сократились. Техническое состояние большинства автобусов заметно улучшилось. Да и сами водители стали внимательнее и ответственнее. Перед новым руководством ПТП номер один стоит задача продолжить эту работу. И в первую очередь провести реорганизацию отдела технического контроля, чтобы контроль за состоянием транспорта стал еще более строгим.